Всем-всем субботний привет! Сегодня проснулись очень рано. Поедем и смехалась им за столешницей. Вову не стали просить. Он все порывался. Давайте я привезу. Мы попробуем сами. Если не получится, то газельку тогда наймем. Поедем в Бао-центр. Еще заедем недостающие нам материалы. Еще купим. И привезем столешницу. Надеюсь. Я вчера позвонила. Они уже в магазине. То есть их доставили. Откуда-то их возят. Так что мы поехали. На улице такое солнышко яркое. Надо, кстати, очки взять. От солнышка. Ладно. Мы поехали. Пожелайте нам удачи. Михаил еще не спеша гуляет. В инструментах любимых. А я взяла краску. Мы же вчера так и не съездили. Просто прогулялись пешком и все. И Михалыч уснул. И до самого утра. Он даже без 28 лег спать. Вот так его неделя вымотала. Так, акция краска моющая латексная белая. Здесь свитер. Здесь 490. А я сегодня, наоборот, не выспалась. В 6 проснулась. Легла. Пол первого. Долго ролик вчера монтировался. Почему-то не загружался он в YouTube. Пришлось повторно делать. Так что я сегодня и выспалась. Чего только тут нет. И все. Я, кстати, плинтус выбрала. Такой обычный алюминиевый. Чего ты корзинку такую короткую взял? Подожди. А ты что соберешься ее делать? Плинтус между фартуком и столешницей. А ты уверен, что это будет достаточно? Да. Ты ее так крепить будешь? Ну, посмотри там. Что там? Она состоит из... Ну, вот дырочки. Вот через них. Не знаю, вот там потирает. Ну, только так устоит. Ну, мы так и думали. Поедем. Я вам уголочки дам. Мы сейчас уголочек примотаем, чтобы залог не бился. Не почти хорошо. А мы, наверное, Вову, да? Вову позовем выгружать или как? Он тяжелый. Не смотри, еле потерят вдвоем. Сколько она весит? 50 квадратных. 50? Да. Стережка 70. Да. Помолись. Поехали. Вот так мы едем. Там открыто получилось. Я еще буду придерживать. Продолжение следует. Мы всегда помогаем. Тоже фамилия написана моя. Значит наша. Повезло. Да. Нарисуйте. У него их полно. Китайский. Китайский. Да. Китайский ты должен выиграть. Затупился. А у нас такие есть на работе. Вот и все. Гед, надо какой-нибудь искать другой карандаш, чтобы удивить Вову. Ну какой-нибудь лихо, но они дорогущие гады. У нас... Это-то китайский прям настоящий. У нас фестовские, по-моему. Фестовские. Ну, может. Как отвертка смотрится, да? Пренебрег. Пренебрег, да. Не, самый лучший деревянный карандаш. Правда живого? Подбойный молоток электрический, который китайц. Бьет, бьет, бьет. Ты включи в розетку. Он говорит, включи. Включай. Дальше бьет. Чудесно. Опять на корточке села. Пришла тут, копаясь в теплице. Вот опять же мутно, да, показывает? Странно. Либо это так свет тут падает, интересно. И на веранде так же показывает. Ну ладно, вы меня примерно видите хорошо. Пришла, копаясь. А Вова с папой там крутит плинтуса. И знаете, что я отметила? Даже Маше сейчас позвонила. Сказала, что, говорю, слушай, они так работают дружно. Потихонечку разговаривают как-то так между собой. Что-то могут пошутить. Когда я Михалычу помогаю, рядом стою, там что-то подаю. Он почему-то сам в себе все время. И даже немножко злится на меня. То не так подала, то не то принесла. То не так держи, то переверни. И вот освоивая, они так хорошо работают. Поэтому я оттуда ушла, чтобы не мешать. И здесь в теплице копаю вот эти вот грядки. Сейчас землю еще занесу сюда. Рассыплю. Нашла себе работу. И Мусечка со мной. Да, Муся? Ой, ты потягуля. Иди ко мне. Иди. Посмотрись в камеру. Вот так. Вот так. Вот она, наша девочка. Красотулька. Помощница. Только в туалет тут не ходи. Не вздумай. Ну ладно, буду работать. Мужики сделали уже плинтуса на полу. Это так красиво получилось. Вообще такой, знаете, законченный вариант. Мы взяли плинтуса чуть-чуть, тон, посветлее, чем сами полы. И получилось очень красиво. Они прям так граничат. А Михалыч, зачем светлые, зачем? Давай темненькие возьмем. Я говорю, ну ты чего? Зачем? Я вообще хотела белые плинтуса. Но они были такие вот высокие, очень высокие. Ну, ни к чему такие. Перебирали, перебирали там в магазине. Ой, я даже не снимала же в магазине, да? Так чуть-чуть, может быть. Пошла, перемотала палец. Это все, расквасился мой бинтик, лейкопластырь. И взялись они, вообще не с утра хотели как. Сейчас мы плинтуса поставим. И будем уже собирать столы, там, столешницу эти, фартук. А в итоге с плинтусами провозились. И теперь поехали в магазин. Пошли, вернее, в магазин. И найти надо. Канализацию делать. Ее же тоже надо делать. И воду там подводить надо. Поэтому не так быстро, как, мне кажется, сейчас глаза закрою, открою, уже кухня стоит. Так не бывает. У нас потихонечку дождик накрапывает. Но мне здесь теплиться хорошо. Вот видите, одну сделала. Сейчас еще эти обмету бордюрчики, чтобы красиво было. Хотела, кстати, стелить. У нас есть ковролин старый. Но меня предупредили, что если ты что-то постели, что под ним муравьи просто все со всех краев сбегутся и будут под ним жить. И не только под ним, они будут и в грядке везде лазить. Поэтому, ну пусть так пока будет, что ли. И еще хотела сказать нам Сергей Николаевич, который хозяин бывший нашего дома, сказал, что здесь старое русло реки было. Вот на этом месте. И поэтому у нас после дождя вот здесь вода копится. Прям стоит она долго. Здесь вот видите, как мокро. Я тут не поливала. Вообще не поливала. Здесь вода как бы напиталась. То есть вот это вот место под теплицей. Оно мокрое. А вот здесь сухо. Вот дорожка совершенно сухая. Видите? А здесь вот я даже не поливала же тут ни разу. И земля вот сейчас копала, она прям хорошо так налипает на вилы. То есть прям влажная-влажная. Вот такие дела. Она и там земля, вот где у меня деревья стоят перед домом, лужайка. Она очень такая, знаете, как это сказать-то? Ну, болотистая. Мусечка. Ты моя красотулечка идет к маме. Моя девочка по грядкам не ходит. Да? По грядкам не ходит моя красота. Все, со мной сейчас будет рядышком. Ладно, буду эту грядку копать. Сходила еще одну форточку, открыла. Но душно тут. Так-то вроде зайдешь просто и выйдешь. Нормально. А когда работать, копать-то очень. Дышать прям нечем. Соседи завтра 40 дней. Там они в теплице. Я так понимаю, готовят на завтра. В котлах, в кострах. Много родственников приехала. 40 дней, да. Так, ну а у меня, смотрите, за ночь еще лучше наросло все. Редиска хорошо растет. Салат. Ладно, буду копать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok